Здесь, в телевизионной студии, мы с Роландом попросим Бога явить свою чудесную силу. Вы узнаете об этой силе Бога, которая нужна всем далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Мой гость, Роланд Уартон, видел чудеса с юности, но он еще не знал Христа. Этот мир чудес казался ему мрачным и пугал его. Он хотел стать музыкантом. После неудачного прослушивания с ним не подписали контракта, и он решил поступить в колледж. Именно тогда он с поразительной чистотой стал видеть Божьи чудеса. «Это Кроланд. Давайте-ка мы вернемся в те дни в колледже». Что же побудило вас изменить свой жизненный курс? «Я пришел Господу, творящему чудеса». Нет, это он пришел ко мне. Это изменило меня. Я был в депрессии. Я принял участие в конкурсе на гостелевидении для певцов и поэтов. Я мечтал о контракте. Но все пошло на смарку. Это было самое сложное время. Бог послал человека, который рассказал мне о нем и о чудесах. Бог спас меня на первом месяце учебы. Так что если ваши дети поступают сейчас в вуз, то Бог может посетить их там, где они находятся. Это было замечательное время обучения чудесам. Мой первый пастор – это Джин Дарнал. Она училась у Эйми Симпл Макферсон. Вы сами знаете эту замечательную женщину. Теперь расскажите об Эйми Макферсон. Макферсон служила Богу в 20-30-х годах прошлого века. Это было весьма необычно, согласитесь. Да, она выступала по радио. Она видела впечатляющие чудеса в своем служении. В 30-е годы пастор Джин посещала домашнюю группу этой замечательной Эйми. Роланд, а какие перемены наступили, когда вы приобрели опыт крещения Святым Духом? Что ж, я получил крещение Духом в комнате общежития. Я заговорил на языках. Я поделился этим с другом и спросил, что это? Я стал молиться на языках. Он сказал, да, это крещение Духом Святым. Все поменялось. Уже в юности я стал визионером, провидцем и пророком. Я видел потрясающие божественные сны. То, что обрадовало меня, обрадует и вас. Сейчас, если я все правильно понял, то вначале вы не видели ничего, но потом посмотрели на головы людей и увидели слова на их лбах. Что же там было? Я шел по деловому кварталу Лондона во время обеда. Лондон – одна из ведущих финансовых столиц мира. И неожиданно Господь, Бог, открыл мне глаза, и в духе я увидел надписи на лбах прохожих. Я ощутил смысловую нагрузку этих слов. Там были такие слова, как «стыд», «сложности», «борьба», а также слово «депрессия». И что вы сделали после того, как увидели все это? Я, как эти несчастные, был в оцепенении. Я не знал, что мне предпринять. Бог побудил меня кое-что сделать. Всемогущий вел меня за собой шаг за шагом. От меня требовались не действия, а усвоение истины и развлечения. Когда Бог Отец открыл мне глаза, Он учил меня покорности. Он учил меня полагаться на Него и следовать за Ним шаг за шагом. Услышав об этом служении Роланда, я удивился. Это его работа с подпольной церковью. Это чудеса Бога и спасающиеся люди. Расскажите нам об этих чудесах. На Ближнем Востоке происходит настоящее пробуждение. И это происходит сейчас. Это Иран. Люди, сведущие в этом вопросе, сказали мне о существовании самой быстро растущей церкви в мире. Но она не в Китае. Она в Иране. Это одна из самых быстро растущих церквей. Там Бог совершает чудеса и знамения. Бог приходит к людям. Вот история одной из созданных нами сетей. Они встретились с человеком. У него была беда. На собрании мы узнали, что сын этого человека был смертельно болен. Он смотрел христианский канал. Бог коснулся его. Он спустился на первый этаж, в гостиную, чего делать не мог раньше. И он спросил, «Вы верите в Иисуса Христа?» Это само по себе уже чудо. Это прекрасно. Восемь из десяти обращенных иранцев приходят ко Христу, видя видения, сны, или Бог сам приходит к ним. «Расскажите второй случай». Да, это было в Техасе. Я родился там. Это было в собрании с дамой, у которой не видел глаз. Мы исповедовали исцеление, и глаз появился в пустой глазнице. Мы задокументировали это в больнице. Это было полным сюрпризом. И таких случаев становилось все больше. К нашей сестре вернулось зрение. Оно восстановилось стопроцентно. Это чудо. Дело в том, что в обстановке Божьего Царства возможно все. 15 лет назад произошло то, о чем наш Роланд говорит нечасто. 15 лет назад у вас был свежий опыт. Расскажите о том, как Господь Иисус вознес вас в небеса. Ну что ж, я рассказываю об этом нечасто. 15 лет назад я получил сверхъестественное приглашение и призыв от Господа. Бог позвал меня в небесные залы. Один зал я посетил несколько раз. Это была комната, которую я называю комната национальной стратегии. Это что, относится ко всем нациям? Да, я верю в то, что это была стратегия для стран, которые там обсуждались. Там был стол переговоров, за которым сидели руководители, и все они общались с Господом. У того стола стояли ангелы. Возле каждого руководителя. А какие именно руководители сидели за тем столом? Я узнал некоторых. Этот небесный совет состоял из них, и в него входили когда-то служившие церковные пасторы. Это было на небе. Там было великое облако свидетелей. Там собирались целые советы. Они разрабатывали множественные стратегии. А часто ли Бог возносит вас в эти небесные залы? Это происходит регулярно, но я не стремлюсь распространяться об этом, поскольку для меня это святое, личное. А почему же так? Почему? Я не знаю причину этого, потому что он очень добр к нам, и ему нравится показывать такие чудесные вещи. Я хочу быть тем, кому доверяют. Полагаю, что Господь ищет друзей, которым можно доверять свои мысли. Долгое время я желал стать тем, кому Бог будет доверять. Господь Иисус Христос открыл вам мощное, сногсшибательное духовное средство. Что это такое? Это сверхъестественное средство есть в каждом христианине. Это Божий дар, и называется он радость. Роланд, недавно вышла ваша книга «Сверхъестественная сила радости». Вопрос, почему вы ее написали? Все эти две тысячи лет Господь Иисус Христос посылал волны счастья на церковь. Кое-что нам известно об этом. До пандемии я искал Бога и понял, что Он пошлет нам свежую волну радости. Процитирую, «Не присваивай Божью радость себе, но дари радость людям в будущие дни». Это было до ковида, я не знал, зачем это нужно. Я подкинул идею книгоиздателю. Книгу выпустили в разгар локдауна еще в том году. Это интересное время, скажу я вам. Это было запланировано Богом. Это был судьбоносный момент. Действительно, это был судьбоносный момент. У вас есть еще один дар. Вы говорите перед людьми и возлагаете на них руки. Вы просто говорите и людей охватывает настоящая небесная радость. Расскажите нам и об этом. Ну, во-первых, сейчас вы уже радуетесь. Вы правы. Друзья в аудитории, примите эту радость. Она доступна вам сейчас. Да, Сид, я стараюсь радоваться. Церкви необходимо делиться радостью с окружающими и создавать радостную обстановку. Святой Божий Дух это Дух мира. Это Дух Божественной любви. А также Он Дух радости. Мне нравится видеть, как радуются Божьей радостью люди там, где я служу. Вы понимаете, Роланд, о вашем потрясающем сочинении мне понравилась мысль из Писания. Божье Царство это не кушанье, это не напитки, но это праведность, мир и радость во Святом Духе. Третья часть наших обязанностей это радоваться в Иисусе Христе. Да? Можно ли принять эту радость? Эй, зрители, да быть-ка присоединяйтесь к нам, да побыстрее. О, да. Итак, если мы радуемся, то какая разница, в каком периоде Божьей истории мы с вами находимся. Да, это так. Это не имеет значения, ведь отличительной характеристикой царства является радость. В ней нуждаются абсолютно все. Когда мы вернемся, мы будем радоваться вместе далее. мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. А вы знаете, недавно Ролан поделился со мной о своем служении в преследуемых церквях в разных государствах. Я понял одно. Если сравнить проблемы американских верующих с проблемами их преследуемых братьев и сестер во Христе и с других стран, то наши трудности это пустяки. Если братья и сестры из этих преследуемых церквей радуются небесной радостью, находясь в тюрьмах и испытаниях, то нам-то тем более надо радоваться. Расскажите об иранском пастыре, приговоренном к пяти годам тюрьмы за веру. Однажды один наш товарищ, 30-летний руководитель нашей сети церквей, был арестован. Тогда было арестовано в целом 120 человек. Нашему брату дали пять лет тюрьмы. Мы молились за него усиленно. Ролан, скажи, а чем отличаются места лишения свободы в странах третьего мира от американских тюрьм. Он провел год в одиночной камере. И вот такое годичное заключение, конечно же, ужасное испытание для человека. Если вы смотрите нас дома, то знаете, у нас есть друзья, которых мучают в тюрьмах продолжительное время. Они проходят через трудное время, это из-за того, что они веруют в Иисуса. Все мы испытали давление, поэтому прими верой небесную радость. Вы только представьте себе, эта радость доступна вам, и такой радости вы еще не испытывали. Того пастора освободили. Я общался с ним. За столом сидело много братьев. Там были горы, съедобности, что характерно для Ближнего Востока. Да, это была встреча старых друзей. Некоторые отсидели пять лет в тюрьме. У нас был настоящий праздник. Я ожидал увидеть сломленных людей с разбитыми сердцами. Давненько я не видал такой радости, какой радовался наш брат в тот вечер. Это просто невероятно. Мы то думали, что они будут унылыми, печальными и подавленными. Но Бог хранил его целых пять лет, и он приехал к нам в гости. Это слово для вас. Примите сверхъестественную радость от Господа Бога. И отсюда возникает вопрос, а как именно ее принять? Отец это источник радости. Радость это наше наследство. мы не радовались бы в мире, если бы не черпали ее от Отца. Мы знаем, Иисус источник радости, и наш Искупитель излучал радость во всех делах. Теперь нам с вами дарован Сам Святой Дух и безо всякой меры. Я верю в то, что мы насытимся и наполнимся силой Святого Духа. Именно Он дает силу радоваться. Итак, Царство Бога это праведность, мир и радость. Раз Библия говорит о том, что радость это признак Царства, то нам нужно держаться за это Слово и жить им постоянно. Как мы видим из опыта предыдущих поколений христиан, радость может выражаться в смехе, инспирированном Святым Духом, но христианам радость нужна не только для того, чтобы смеяться. Я согласен. Я считаю, что тело Христа может изменить обстановку везде, куда оно идет. У каждого есть данные Богом сферы влияния. Это школа, колледж, место работы или ваш бизнес. Это сфера, куда поместил вас Бог. Бог дает радость вам, а вы всем остальным. Есть план по изменению судеб людей мира. Радость это сила, с помощью которой мы побеждаем. Это наша сила. Радость перед Господом это наша сила. Примите радость Господа, чтобы она преобразила нас, и Бог изменит мир через нас. Мы его светильники радости. Пожалуйста, расскажите поподробнее о том, как Бог призвал нас стать распространителями радости. в 61-й главе книги Исаии сказано нечто интересное. Мы принимаем радость, там написано о елее радости. Эти передачи дара и изменения впечатляют нас. Далее он говорит, вы будете насаждением Господа. Кроме того, в 4-м стихе сказано, мы будем застраивать и восстанавливать. Это указание о преобразованиях. И из принимающих радость, мы превратимся в ее сеятели. Мы восстановим и возобновим разрушенные города. И это меня впечатляет. Здесь есть обещание о радости. Оно дано не только для нас, но и для изменения общества. Скажу точнее, даже прежде всего для изменения общества и людей. У меня есть возможность радоваться небесной радостью, но это не означает, что мне нужно все время хихикать. Я несу атмосферу рая. Да, христиане радуются даже в заключении. О, да, я могу сидеть в кафе и радоваться такой радостью. Или же я могу сидеть в кругу семьи и радоваться небесной радостью. Что происходит в такой обстановке в нашем духе? Да, все, что угодно. Это непобедимая радость, вы слышали? Да, давайте поговорим о ней. Как я и сказал, радость в Господе это сила моя. Творец даст нам непобедимую радость. Второй псалом, один из моих любимых. Это слово самого Господа Бога. Там есть страфа. Зачем метутся народы? Кто-то спрашивает, почему народы бушуют и создают хаос? Есть непобедимая, несокрушимая и необоримая радость. Эта радость данная Богом и она будет с нами. Когда я увидел это, я изменился. Да, народы метутся, но Бог является царем. Мы знаем, что это Христос, Мессия. Далее Он произносит, живущие на небесах посмеются, народы затевают бунт, а владыка смеется над этим. Заметься, это смех победителя. Это славный смех, несущий перемены. Нам нужно помнить об этом смехе Божьем. Все изменяется, когда Бог смеется, прежде всего над своими противниками, врагами. Как я уже сказал, народы бушуют, а Бог смеется, потому что Он знает свою силу. В разгар земных событий Бог потешается над планами людей. А вот что получается. Это сверхъестественная, божественная сила радости благословляет как народы, так и отдельные личности. Приведите примеры. Прими эту радость в индивидуальном порядке. Как-то вечером я молился, находясь на семинаре поклонения. Начав молиться за людей, я увидел веселье и ликование на лицах. И это чудесно. Люди смеялись, радовались и общались со Христом. Я возложил руку на одну сестру и потом 20 минут молился за нее. Эту сестру накрыла волна радости. Впоследствии она написала нам, депрессия, которая не отпускала меня три года, в тот вечер была изгнана. Женщина мгновенно освободилась от депрессии, находясь в атмосфере небес и в обстановке радости. Вот что нам нужно, обстановка небесной радости. Итак, скоро вам нужно будет сесть за клавиши. Пожалуйста, попросите Господа Бога высвободить сверхъестественную и удивительную силу небесной радости на телезрителей и аудиторию в студии. Однако эта сила радости не продвинет вас ни на миллиметр в сторону Божьего Царства, если вы не принимали Иисуса как Господа. теперь произнесите эту молитву вместе со мною. Господь, повторяйте, Господь, я грешник, прости меня, я верю, кровь Христа омывает меня от грехов, теперь я чист, я чистый, приди и живи во мне, будь моим Господином и Спасителем, я люблю тебя, аминь. Роланд, пожалуйста, приведите зрительный зал в атмосферу небесной радости. Спасибо тебе за радость, благодарим тебя за твою силу и за свежий поток радости, за силу твоей жизни, за силу воскресения, она рассеивает сомнения и всякий страх. Мы высвобождаем обновление в твоей радости и благости. и за силу и за силу и за силу и за силу Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Рэнди Кей. Я умер и пошел на небо. Господь дал мне откровение, а потом я вернулся на эту землю. Смотрите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно». Я расскажу о том, что узнал в Царстве Небесном. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» – Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему? Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. До встречи!